Здравствуйте! В эфире программа «События культурной жизни» в студии Ирины Бреусовой. Сегодня в выпуске. Новая выставка в школе акварели Сергея Андреяки. Концерт хора турецкого в Кремле. Выставка «Цветы. Остатки рая на земле» в Третьяковке. В музейно-выставочном комплексе школы акварели Сергея Андреяки открылась удивительная выставка. Акварель и рисунок 17-го начала 20-го веков из собраний музеев города Курска. Наряду с произведениями русских художников в экспозиции представлены работы мастеров итальянской, австрийской и французской школ. Впервые в рамках проекта «Шедевры музейных коллекций» в состав вошли два рисунка 17-го века. У московского зрителя появилась возможность увидеть большую редкость – акварельные и графические работы, привезенные из музеев Курска. Большинство этих произведений нигде не были опубликованы ранее, а многие из них даже не выставлялись. Жанровый состав Курской коллекции многообразен. Это пейзажи, интерьеры, бытовые сценки, натурные зарисовки, композиции на античные сюжеты и многочисленные портреты. Не секрет, что любая графика не любит висеть в выставочных залах. Картины быстро выцветают, портятся и теряют художественную ценность. Привезенные работы и в музеях Курска не являются частью постоянной экспозиции и хранятся в специальном месте. Рисунки и акварели – искусство для зрителя более или менее подготовленного. В эти работы надо всматриваться. Яркостью и броскостью они зацепить не могут. К ним нужно подходить как можно ближе и долго вглядываться. Зрелище медитативное. Больше всего экспозиция поражает обилием имен художников первого порядка. Среди авторов работ – Айвазовский, Левитан, Репин, Крамской, Бенуа и многие другие. Здесь можно найти этюды и зарисовки к самым известным работам этих художников. Например, пастель Левитана в лесу осенью, портреты Серебряковой, мостовая улица Вильна-Добужинского. Но наряду с именитыми мастерами можно увидеть малоизвестных или неизвестных, но заслуживающих внимания художников. Их картины расширяют наши знания о рисовальной и акварельной технике. В каждом из этих художников есть нечто свое, что заставляет смотреть, думать, размышлять и вообще, конечно, в итоге радоваться. Собрание этих работ имеет огромную ценность. Некоторые из них не закончены, но это дает возможность проследить за техникой художника, за тем, как он вел работу, увидеть все его мастерство. Счастье для нашей школы, для наших учащихся, что они могут вот эти произведения видеть в оригиналах и учиться на этом. Потому что в мою бытность вот таких выставок почти не было. Тем более не было публикаций этих произведений. И учиться приходилось, когда выставлены там одна, две, ну, три каких-нибудь маленьких акварели. Это было большим-большим счастьем. А чему же могут научиться специалисты, которые, казалось бы, знают об акварельной технике абсолютно все? В последнее время сам занимаюсь портретом, поэтому мне это все очень близко и очень интересно изучать и смотреть, и самому учиться. Нам, вечно бегущим, удивительная вдумчивая скрупулезность тех лет уже не близка. И, конечно, эта графика, люди и пространство, изображенные на ней, уже далеки от нас. Так вот, рисунки мастеров – лучшие иллюстрации к этой эпохе. Благодаря им мы можем видеть, с каким трепетом написаны эти работы и насколько авторы были влюблены в то время. Посетители, пришедшие на выставку, смогли почувствовать особое веяние культуры. Увидеть разницу между культурой современной и искусством 17-го – начала 20-го веков. День 22 марта ознаменован интересными событиями. Например, в 1895 году впервые братья Люмьер показали приглашенные публике фильм. Он длился всего несколько секунд, и на белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики, а также и самих братьев. А в 1897 году, 22 марта, в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» произошла встреча Немировича Данченко с Константином Станиславским. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра. В этот день, в 1963 году, группа «Битлз» выпустила первый долгоиграющий альбом «Плиз Плизми», который сразу же занял лидирующие места в британских хит-парадах. Арт-группа «Хор Турецкого» – яркий, темпераментный, уникальный музыкальный коллектив, не похожий ни на какой другой. Энергетика артистов, посылаемая со сцены, столь сильна, что, пожалуй, не найдется зрителя, который остался бы равнодушным к таланту профессионалов. О концерте группы в Кремле рассказывает Арина Табанакова. Выступать в Государственном Кремлевском дворце – это и честь для артиста, и явный признак успеха. Арт-группа «Хор Турецкого» выходит на эту сцену уже пять лет. И каждый раз полный зал, и вполне заслуженные восторги критиков. Когда-то мужской хор Московской хоральной синагоги встал перед выбором – традиции камерного исполнения или новые тенденции. Решение музыкального руководителя Михаила Турецкого было рискованным. И то, и другое. Программа, которую мы назвали «Шоу продолжается» – это традиция и авангард, классика и модерн, разнообразная музыка последних четырех веков. В результате хор Турецкого только выиграл. Формат шоу и мировые шлягеры привлекают и массового зрителя, и искушенных ценителей, и знатоков. Хиты получают новую тончайшую огранку. Сложные классические произведения становятся более доступными. В новом году творческая группа пережила кадровые изменения. Вторым контртенором в хоре Турецкого стал Вячеслав Фрэш. К тому же пришлось тщательно подбирать репертуар и готовить достойное продолжение своим программам. Чтобы шоу продолжалось, режиссер Алексей Сеченов задействовал последние технические достижения, кардебалет и инсценировки. Один из самых дорогих в российской музыкальной истории проект оправдал потраченные усилия. Четыре аншлага в Кремле и реакции зала. Я не знаю, вот вчера, просто мы работаем четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вчера в пятницу я впервые, ну последние пять лет мы работаем в Кремле, даем свои, так скажем, премьерные программы. И вчера заревел зал на середине второго отделения так, я такого никогда здесь не слышал на прошлых программах. Итак, шоу продолжается, и хор Турецкого после ярких выступлений в Кремле отправляется в гастрольный тур. Уже ждут меломаны Европы и США. Третьяковская галерея никогда еще не отмечала весенние праздники с таким размахом. Тема цветов в русском искусстве пяти последних столетий стала поводом для грандиозной экспозиции в инженерном корпусе галереи. Все виды и формы искусства от прялок и жестовских подносов до советского агитфарфора, от икон до инсталляций – все о цветах, с цветами и вокруг цветов. Цветок – синоним красоты. Красоты для всех, которая не нуждается в комментариях. Просто смотри и наслаждайся. Но человек так устроен, что ему мало природной прелести цветов. Мы привыкли еще и наделять их особыми смыслами. Вот и название выставки «Цветы остатки рая на земле» взяты из святого Иоанна Кронштадтского. В Библии была своя символика. Например, лилия – символ чистоты Богоматери. Ее обычно протягивает Мария Архангел в сцене Благовещения. Хотя у нас на выставке есть одна работа художника Капкова, где Архангел Гаврилл представится нарциссом. И это не ошибка и не незнание художника. А дело в том, что нарцисс Саронский также считался символом Христа. Для людей религиозных цветы стали одним из аргументов в пользу бытия Божия. Ведь невозможно рационально объяснить, зачем природе нужно все это совершенство цвета и форм. Оно нужно человеку, чтобы показать, каков рай, что такое идеал и как он выглядел в разные эпохи. Общее, прекрасное, такое радостное, красочное впечатление. А новое, ну в частности, такое широкое использование цветов в иконописи. А еще цветы – вечный источник вдохновения и для народных мастеров, украшавших нехитрый быт, и для изысканных профессионалов. Не обошлись без классических цветочных мотивов не только новаторы-авангардисты вроде Натальи Гончаровой, но и представители советского агитационного искусства после революционных лет. Впрочем, оказывается, были и такие живописцы, которые не поддавались соблазну. Писали довольно мало цветов передвижники, не писал цветов Александр Иванов. Даже в одном из своих писем он сообщал своему корреспонденту Рабусу. Первый раз в жизни жалел я, что не пишу ни цветов, ни плодов. Вот перед поездкой в Италию ему хотелось, видимо, оставить на память друзьям что-то. И он понимал, что вот, наверное, цветы – это лучший такой подарок на память. Довольно мало мы находим цветов и у Брюлова. Зато тех, кто отдал цветочным мотивам щедрую дань – легион, их творения заполнили все пространство инженерного корпуса. А могли бы заполнить, как уверяют сотрудники музея, и весь Лаврушинский переулок. И потрудились над экспозицией немалые силы – не только музейщики, но и дизайнеры из высшей школы ландшафтной архитектуры Мархи. А руководил ими сам знаменитый мастер школы Сугэцу – Тецуно Рикавана из Токио. Кульминации выставки – его инсталляции перед картиной Аркадия Пластова «Синокос». Не всегда холст может передать все наши чувства. И в этом случае цветок является дополнением. Он расширяет наше сознание. Он выходит, выводит картину за ее рамки, делает этот процесс сказочным, метафорическим. Да, она воспринимается у нас как трехмерное пространство. Она как бы шагнула на нас из картины и захлестнула нас. И перед ней никто не устоит. Сами можете проверить. Цветы – остатки рая на земле. Так называется выставка, о которой шла речь в предыдущем сюжете. А вот о том, по какому принципу подбирались произведения на эту экспозицию, рассказывает главный хранитель Третьяковской галереи Екатерина Леонидовна Селезнева в рубрике «Монолог». Мы, конечно, старались на этой выставке представить и скульптуру, и графику, хотя сконцентрировались, безусловно, на живописи. И я могла бы честно сказать, что вот, если можно так сказать, том второй, цветы в произведениях графики, мы могли бы сделать просто вот следующей выставкой. Такое количество материала. И что, конечно, приходилось не то, что на горло собственной песни наступать, закрывать глаза, потому что материал огромный и очень качественный. И даже многие мои коллеги сказали, что они находят эту выставку ошеломляющей. Потому что, конечно, тематический подбор позволяет выявить и хорошо известные произведения под новым углом зрения. Вот, например, «Сирень в рубеле», которая перенесена сюда из основной экспозиции, мне кажется, никогда так не висела, как здесь. На светлом фоне, в окружении других сиреней, она вдруг стала удивительно светлой, потому что зал в рубеле все-таки довольно темный. То есть даже я увидела ее по-новому. Это «Девичье лицо», оно мне как-то по-новому открылось. Но, а помимо этого, здесь, конечно, очень много произведений, которые просто выставляются впервые. На сегодня это все. Мы всегда в курсе самых интересных событий культуры. Встретимся через неделю. Всего хорошего.